Что возможно было строить ранее, то возможно будет строить и сейчас, только при получении спецогласований, как это и раньше тоже было предусмотрено. У нас не произошло ничто иное, как происходит замена понятий устаревших на новые понятия. В чем ажиотаж, непонятно на самом деле. У нас в зонах Р-2, в парках, бульварах и набережных могут находиться объекты потребительского рынка, не стационарные, могут находиться стационарные по спецогласованию, но только при условии того, что земельный участок ранее находился в собственности. В зоне Р-3 то же самое.